СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ Участие в подобных акциях уже больше 30 лет, что заставляет людей, которые давно не студенты, окунаться в стройотрядовскую жизнь, спросим у президента клуба ветеранов «Медик Агму» и комиссара строительного отряда ветеранов «Старая гвардия» Игоря Шахматова. Игорь Ильич, здравствуйте. Добрый день. Как и почему вообще пришла идея создания ветеранского отряда? И сколько вошло в него человек? Ну, тут смотря что понимать под ветеранским отрядом. Если вы спрашиваете про строительный отряд ветеранов «Старая гвардия» или даже про снежный десант «Старая гвардия», то эта идея родилась сравнительно недавно, всего лишь три года назад. А если речь идет о создании клуба ветеранов, который я возглавляю, а это и происходит с 99-го года прошлого тысячелетия, то это уже 27 лет как прошло. А идея возникла очень просто. Когда начались, будем так говорить, лихие 90-е, и вдруг поменялись ценности, казалось, что они поменялись, в том числе прекратило существование и строительное движение. И это было очень грустно для нас, для тех тогда еще молодых людей, которые всю свою молодость фактически посвятили этому и стали убежденными приверженцами этого движения. Мы понимали, что то, что сделало нас людьми, что вывело нас в руководителей и вообще сделало патриотами своей родины, сейчас безвозвратно теряется. Это было очень грустно для нас. И, по крайней мере, сначала для себя мы решили, что, по крайней мере, мы это точно прерывать не будем. Мы организовали вот такой клуб, который поддерживал внутри нас, сначала среди выпускников медицинского университета, вот те лучшие традиции, которые мы успели впитать и которые мы готовы были передавать. Но в тот момент некому было передавать. Поэтому мы сначала сами собирались, те, кто ездил в строительные отряды медицинского института университета, на какие-то слеты. Потом стали семьи свои вывозить, строили ребятишек, поднимали флаги, посвящали их там, пели вместе с ними правильные строитрядовские песни. А потом вдруг все стало налаживаться. И появились первые строительные отряды. И мы, естественно, решили, что мы не можем оставаться в стороне от того, чему мы посвятили лучшие годы своей жизни. И активно участвовали в воссоздании этих отрядов. И сейчас в медицинском, допустим, университете шесть строительных отрядов, не считая педагогических, проводников и так далее. И все они носят имена тех славных отрядов XX века, которые успели себя покрыть славой еще тогда, в те далекие годы. И эти традиции соблюдаются. И мы бесконечно рады, что мы, во-первых, оказались востребованы в этой ситуации. Потому что это только кажется, что наши дети взрослые, на самом деле, они все равно еще дети. И им нужно признание в глазах более старших людей, которые все это прошли и которые до сих пор верны этим традициям. Ну вот смотрите, получается, что вы объединились, создали клуб. И чем, собственно говоря, занимаются члены этого клуба? Ведь тот же самый «Снежный десант» — это не единственная акция, в которой вы принимаете участие. Ну и, как вы говорите, выезды какие-то совместные. Это же тоже не единственная, скажем так, польза обществу. Что еще делать? Ну, от наших-то выездов пользы вообще никакой. Нам только пользы. А вот именно, когда стали появляться отряды, когда окрепло строитрядовское движение в крае, когда вновь вышел на лидирующие позиции краевой студенческий отряд «Алтай». И этому тоже бесконечно счастливы и горды. Мы вместе с делегациями выезжали и на всероссийские слеты, и на всероссийские фестивали. Строотрядовской там песни. То есть мы участвуем в популяризации нашего движения на всероссийском уровне. Нас знают, наши песни поет «Цероссия», ну, в узком смысле этого слова, в рамках строитрядовского движения. И, к нашему мнению, прислушивается руководство Центрального штаба. Поэтому мы не стараемся быть в каждой бочке с затычкой, но стараемся участвовать в разработке какой-то концепции, в направлении развития того или иного движения. И очень рады, что нас, во-первых, зовут и приглашают, а во-вторых, что дети, ну, я так говорю, потому что уже, в общем-то, сам дедушка, наши действующие бойцы и командиры искренне рады нашему участию. Они любят нас, мы это чувствуем и отвечаем им, конечно же, взаимностью. Ну, смотрите, получается, вы уже, ну, многие, да, из членов вашего клуба уже такие взрослые люди, состоявшиеся люди. Наверняка многие занимают какие-то руководящие посты и так далее. Что заставляет вас покидать, ну, уютный дом, привычную работу и вот ехать куда-то? Хороший вопрос. Действительно, многие нам так и задают эти вопросы, говорят, друзья, а не пора остановиться-то? Хватит в детство играть? Не хватит, не хватит. Потому что мы, как настоящие эгоисты, хотим, чтобы в старости нас окружало нормальное общество, нормальных людей, которые были бы патриотами своей страны. И считаю, и не я не одинок в своем мнении, что вот строитрядовское движение – это то лучшее, что было рождено в рамках комсомола при социализме. И это я понял еще тогда. Я был в Северном комитете комсомола в последние годы социализма. И уже тогда кризис вот этого движения ощущался. И если надо было решать какие-то непопулярные задачи, то я мог опереться только на строительные отряды. И сейчас так же происходит. То есть это та самая организованная, высокоорганизованная, управляемая, дисциплинированная сила, которой по плечу любые задачи. Они были нам по плечу тогда, когда мы строили всесоюзные стройки, типа Кулундинского магистрального канала или там вторых путей Среднесибирской железнодорожной магистрали, показывая чудеса просто трудового энтузиазма и героизма. И сейчас ребята наши приезжают со всесоюзных строек со знаменами, которые говорят о том, что в Алтайском крае движение строительных отрядов – лучшее в стране. Это однозначно так, потому что мы едем на Знаменку, там 3000 человек, а нас 20 человек, и мы привозим половину призов, потому что другую половину просто постеснялись нам отдать. Еще есть остальные 3000. И мы едем на все всероссийские стройки и привозим оттуда все знамена, тоже половину, потому что по тому же принципу нам не отдают все. Вот. И то, что наши ребятишки такие же, как мы, а во многом даже лучше, потому что сейчас они, конечно, и компьютерная грамотность, и возможности для каких-то сценических постановок, они все танцуют, они все танцуют, мы сроду не умели танцевать. Они все танцуют, все поют, все играют на музыкальных инструментах. Это говорит о том, что если в те годы при социализме мы могли задействовать какие-то рычаги через там партийную организацию, через тот же комсомол, скажут, ах ты какой, ты не едешь в стройотряд, ай-яй-яй, нехорошо. Сейчас ведь никто никого за штаны не тащит туда, в отряды. Сейчас, ну сейчас там огромный конкурс, и просто такая экономическая ситуация в стране, которая не позволяет сделать большее количество отрядов. Вот. И ребятишки едут туда за тем же. Они хотят проверить себя. Они хотят найти настоящих друзей, которые проверяются в серьезных взрослых делах. Они получают первый управленческий опыт, когда им доверяют жизни и благополучия, в общем-то, таких же друзей, за которыми до этого сидели только на студенческой скамье рядышком. Поэтому и у нас-то, вот мои друзья, они все прошли через стройотряды. Это лучший фильтр, который позволяет определить для себя друга и круг общения, в котором ты так нуждаешься в любом возрасте. Игорь Ильич, я благодарю вас за беседу. К сожалению, время нашей программы уже завершилось. Спасибо за столь интересный рассказ. Я напомню, мы говорили о ветеранском движении студенческих отрядов Алтайского края, о том, в чем их особенности, что заставляет взрослых людей вновь и вновь окунаться в эту жизнь. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok